И когда вы монтируете, вы с чем сталкиваетесь? Все же монтажники знают, потребители, которые уже купили печень, что все равно подтекание есть, когда вы муфту соединительную ставите. Переходник эксклюзивный. А теперь конденсат, который будет стекать у нас шахта, он будет стекать вовнутрь. Вот на это я хочу обратить очень сильно внимание. Хотите еще пару секретов, друзья? Пойдемте, покажу вам. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и на моем канале Коммент Бай. Я сейчас нахожусь в парилке, на этом объекте уже второй раз, первый раз приезжал сюда на замеры. Здесь вроде бы ничего сложного нет. Установлена банная печка. Банная печка установлена вот в такой вот нише небольшой. Ее утопили для того, чтобы была проходная часть, чтобы можно было спокойно перемещаться на полки. Здесь мог стоять парильщик, здесь довольно продуманно. Но, одно но. Дымоход у нас немножко здесь нестандартный. Казалось бы, смотрите, печка стоит, у нее выход. Выход смещен ближе к стене. И вторая точка у нас, куда нам надо попасть, это дымоход. Здесь у нас сделана овальная вставка. Не забегайте вперед, я вам сейчас объясню, почему. На дымоходе здесь 115 диаметр трубы. Ну, казалось бы, что здесь поставили метр трубы, там вставочку какую-нибудь, 45 градусов, шибер, и мы вошли в сторону. Но нет, не так все просто, друзья, а очень-очень даже тяжело. Почему тяжело? Объясняю. Если бы это была бы стандартная 115 труба, проблем бы здесь, возможно, никаких не было. Возможно. Но у заказчика остались овальные трубы. То есть у него это отдельно стоящая баня, и есть еще основной объект дома, где он живет. У него остались овальные трубы. Овальные трубы 100 на 200, овального сечения. И скажу так, ну вот это вот одни из самых ровных овальных труб. К сожалению, немного производителей, кто может похвастаться именно вот этими вот овальными дымоходами. Что было сделано? Строители, которые здесь занимались установкой печи, облицовкой, шахтой. Шахта там внутри кирпичная. У нее размер примерно 120 на 240. То есть овальная вставка проскакивает налегке. И здесь вот сделали сразу вот отверстие овальное. Оно примерно где-то, ну, немножко больше, чем 100 на 200. Я посмотрел, овал вставляется вовнутрь. Сделали даже очень достойно, ровно, но промазали с одной вещью. Ну, не то, что промазали, потому что с обратной стороны, чтобы вывести пропорционально печку вот этой стене, ее поставили по центру. Но вот это отверстие, оно у нас смещено. Смотрите, вот у нас центр плитки идет. Видите? Это примерно у нас центр дымохода. Вот по этому шву. И если я буду вести дальше, видите, где у нас центр? А сюда мы уже не помещаемся. А центр дымохода у нас вот тут. Расскажу я вам о следующем. Здесь дымоход будет собираться на с одной. Если вы соберете овальный дымоход большого, потому что бывает 120 на 230 уже загильзованный, и подсоединение делает 115. А что происходит? Вы все знаете, что, ну, понятно, что трубы должны собираться по конденсату. Ну, а кому не понятно, я не буду об этом объяснять, потому что, смотрю, бесполезно. Есть люди, такой контингент людей, которые все равно будут стоять на своем. Ну и пусть. У меня не для них канал заточен. У меня канал заточен именно для потребителей, чтобы они не совершали ошибки. Потому что когда я вошел в эту тему, это был просто лес. И я вот эти все вопросы, все моменты монтажные пропускаю через себя, через свои руки, через свои монтажи, после чего уже показываю вам. У меня есть такие объекты, где вот большой диаметр дымохода входит в маленькую, ну, вернее, через переходники. И что происходит? А происходит следующее. Это именно, в первую очередь, касается дымоходов, которые собираются с маленького диаметра на большой. Вот если чисто 115, их так проблем особо не касается, собираете просто по конденсату. Ну, а в этой печи я даже экспериментировать не стал. И сейчас, конечно, я хотел бы, чтобы у всех производителей ванных печей, да, у всех, были именно такие переходники. И я надеюсь, что к этому, это дело времени, придет все к тому, что будут собираться переходники именно по конденсату внутрь печи. То есть стандартная комплектация дымохода, она, как правило, идет через соединительную муфту плюс-плюс. Я вам в конце видео ее покажу. Но когда вы собираете плюс-плюс, вот сюда вот будет затекать большое количество конденсата. Почему? Еще раз объясняю. Потому что овальный дымоход, он, его большая площадь, он не так прогревается, как 115. Идет большое количество конденсата. Что надо было сделать, я знаю этого производителя банных печей белорусского, поэтому я у него заказал под его же печку вот такой вот переходник. Переходник эксклюзивный. А теперь конденсат, который будет стекать у нас шахтой, он будет стекать вовнутрь. Вот на это я хочу обратить очень сильно внимание. А как я буду переходить вот с этими смещениями, потому что стандартный 45, мы еще ограничены вот в этой плоскости, до стены расстояния. Также был изготовлен вот такой вот переходник с переходом на 115. Пищевая нержавейка будет. Использоваться IC304 обязательно. Ну, заказчик говорит, Дмитрий, сделай хорошо. Хотя, прочитывал два варианта. 304 и 430. Но, судя по тому, что было у него изначально там 304, овальные дымоходы. Тут, кстати, производитель 430 не занимается даже, ну, держит свою марку. 304, точка, 316, 309, не проблем, но не 430. Хотя пробовали. Но 441 или 444, я уже не помню. Время уже прошло, отказались. Только 300 марка. И это правильно. Будет у меня еще и видео по этим моментам, какой дымоход можно использовать для бани, какой нет. Но об этом немножко, друзья, все позже. У меня просто катастрофически не хватает сейчас времени. А вот здесь вот такое смещение я сделал. Потому что я посмотрел, что когда я сделаю по центру, по центру, то я буду ограничен. Ограничен следующим. Вот видите вылет. У него есть определенный вывод, когда вы собираете два 45 градусников. И если поставить по центру, то все, труба будет. Я ни влезу, ни вправо не смещусь. А сейчас я буду подгонять. Я могу поставить либо вот так переходник, либо его развернуть вот в эту сторону. И я не ограничен. Я стараюсь производить, заказывать вернее. Я не производитель. Потому что мне иногда пишут, Дмитрий, а какие трубы вы производите? Я не произвожу. Я устанавливаю и работаю с производителями напрямую. Вот моя основная задача, как я работаю. Везде проварили. Вы скажете, почему химию не обработали? Ну вот такая вот ситуация получается. Производитель не обрабатывает. Но снова же не обрабатывает, если я не попрошу. Я просто пропустил этот момент. И когда он приехал уже, то увидел. Ничего страшного. Это все все равно поменяет цвет. Вот на первом участке труба меняет цвет. Она становится такая бронзомедная. Все вот эти вот детали, моменты, вы заходите в инстаграм-канал. Подписывайтесь на него. Потому что когда у меня видео не выходит в новом формате, то я тогда размещаю фотографии именно в инстаграме. Где вы можете посмотреть вот такие вот детали, моменты. Ну, кому-то это интересно, я знаю. Ну, а для монтажников, конечно, им хотелось бы, чтобы я больше выдавал секретов. Но скажу так, я встречаюсь с монтажниками. Они говорят, Дмитрий, ну мы же видим вещи, которые нам нужны. А я не скрываю, друзья. Я же наоборот, для того, чтобы вы монтировали правильно. Но вы к этому должны прийти. Потому что я к этому пришел. И моя задача, мой канал не для того, чтобы вас научить. А мой канал для того, чтобы вы не совершали ошибки. Те ошибки, которые совершал я в свое время, эта тема довольно молодая. И мы одни из первых сейчас, кто работает тут в среде монтажников. Кто пропускает это все через себя, через свои руки, через свои монтажи. Но у меня так случилось, что я делюсь с вами. Поэтому смотрите и матируйте дымоходы правильно. Эксклюзивный переход. Я жду тот момент, когда производители банных печей начнут их продавать. Не как экспрессив, а как стандартная комплектация. И будет идти он вместе с банной печей. Это очень важно, господа. Рано или поздно к этому вы придете. И когда вы монтируете, вы с чем сталкиваетесь? Все же монтажники знают, потребители, которые уже купили печи. Что все равно подтекание есть, когда вы муфту соединительную ставите. Но при этом ничего не меняется на протяжении многих-многих-многих лет. Иногда даже печально. Даже если у меня бы не было выхода на производителя вот этого, кто продает эти банные печки, то я бы сразу нашел бы выход. Друзья, главное, чтобы было желание. Вы должны это замечательно понимать. Потому что много-много есть вариантов, как выйти из положения. Герметик здесь я использую. На вальных трубах это не круглого диаметра трубы. Близ геометрии проблемы. И когда вы не ставите герметик, то у вас будет подсасывание воздуха. Куда вы от него не уйдете. Глаз радуется просто. Просто глаз радуется. Так, как мне дальше поэтапно сделать? Наверное, сначала гильзану. Нет, я соберу все-таки все сегменты вместе. Все сегменты вместе, чтобы потом целиком их собрать. Кроме вот этого вот нижнего сегмента. Сюда только положу герметик. Не знаю, в какой последовательности сейчас начать. Это потому что будут у меня затруднения. И не хочется соединять. Хотя, друзья, придется... Средется. Работать придется быстро, потому что герметик начнет застывать. Здесь, слава богу, плюсовая температура. Работать придется быстро, потому что герметик начнет застывать. Верху я немножко соберу. Вот так. Открыто, закрыто, открыто, закрыто. Очень мне нравится. А если нравится мне, понравится запястьщику. Все. Просто, друзья, отлично. Сейчас проверим, если она ровно стоит, то у нее расстояние по стенкам должно быть одинаковое. Здесь 37,5. 37,5. Вот это четко. Вот так надо. Не забываем про уровень. Уровень это очень важно. Установил дымоход, загильзовал. Напоминаю, что все шахты должны быть загильзованы. Здесь у нас кирпичная шахта. Обязательно, без исключения, все гильзу снять. Все, друзья, на этом я буду заканчивать. Кстати, видео по установке геребка я вам покажу отдельно. Решил я все-таки снять, но не в этом видео, а разделил. Разделил для того, чтобы как-то контент был разнообразным. И я вас прошу, если вы делаете большой диаметр дымохода у вас вверху, в основном стояке дымохода, то соберите все по конденсату. Как бы вам тяжело не было, ставьте вовнутрь печи переходник. Я говорю, я с вами делюсь опытом, потому что у меня есть объекты, когда я переделывал. К счастью, не свои объекты, а за кем-то. Либо, может, так заказчик говорит, сам сделал по неопытности, а потом уже решает проблему. Но для этого мы работаем, для этого я делюсь с вами информацией. Монтируйте дымоходы правильно и, конечно, по конденсату и с раструбной системой. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Comment by, подписывайтесь на мой канал, заходим в Инстаграм. В Инстаграме вы больше увидите фотографии. Кстати, по швам я тоже сделаю фотографии, лучше вам пришлю в Инстаграм. Хорошего всем настроения, до новых встреч, пока!